Любовь как центральное начало христианской веры, дорогие братья и сёстры, сегодня я хотел бы поговорить о том, как любовь является центральным началом христианской веры. В Писании говорится, что Бог есть любовь, и это начало проникает всю нашу веру и практику, любовь Божия к нам проявляется в том, что Он послал Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы отдать за нас свою жизнь, это самый яркий пример бескорыстной любви, которую мы можем только себе представить. И когда мы принимаем эту любовь в свои сердца, она меняет нашу жизнь и отношения, мы, как христиане, призваны жить в этой любви и проявлять её в нашей жизни. Мы должны любить не только тех, кто любит нас, но и тех, кто не любит нас. Любовь, которую мы получаем от Бога, не должна оставаться только в наших сердцах, она должна проявляться в наших действиях и словах. Мы должны быть воплощением этой любви в мире, где столько нуждающихся в ней. Пусть наша жизнь будет свидетельством о великой силе любви, которая преображает сердце и меняет мир. Пусть мы будем теми, кто приносит свет и тепло в окружающий нас мир, будучи носителями Божьей любви в этом мире тьмы. Дорогие братья и сёстры, давайте стремиться к этой высшей цели, любя друг друга так, как возлюбил нас Христос. Пусть наша жизнь будет гимном славы любви Божьей, и пусть эта любовь преобладает в нашем мире всегда и везде. Аминь. Любовь, которую мы получаем от Бога, не должна оставаться только в наших сердцах, она должна проявляться в наших действиях и словах. Мы должны быть воплощением этой любви в мире, где столько нуждающихся в ней. Пусть наша жизнь будет свидетельством о великой силе любви, которая преображает сердце и меняет мир. Пусть мы будем теми, кто приносит свет и тепло в окружающий нас мир, будучи носителями Божьей любви в этом мире тьмы. Дорогие братья и сёстры, давайте стремиться к этой высшей цели, любя друг друга так, как возлюбил нас Христос. Пусть наша жизнь будет гимном славы любви Божьей, и пусть эта любовь преобладает в нашем мире всегда и везде. Аминь.